С чем на летние каникулы ушли кубанские парламентарии? Последняя сессия ЗСК прошла при участии губернатора края Александра Ткачева. Подробности в специальном репортаже Яны Москаленко. 25-я сессия ЗСК. Последняя перед летними каникулами кубанских парламентариев. По сути, отчетная. Экватор года пройден и уже понятно, какие темпы развития регион набрал в 2014. Главным событием первого полугодия стала прошедшая в Сочи Олимпиада. Она-то во многом и задала тон. Если не брать во внимание экономическую составляющую и прямую выгоду от мероприятия, которые посетили больше миллиона туристов со всего мира, пожалуй, главным дивидендом стал небывалый патриотический подъем и на Кубани, и по всей стране. Такого не было никогда. По крайней мере, за историю последних десятилетий, может быть, после победы Великой Отечественной, конечно, может быть, нельзя сравнивать подобные вещи, но тем не менее, я не припомню, чтобы вот так ликовала страна, ликовала весь край, вся Кубань и, естественно, в единении, в едином патриотическом подъеме все общественные силы, политические организации. И, конечно, уже, может быть, концовка Олимпиады была обранчена украинскими событиями, но тем не менее, то, о чем я говорил, абсолютно об этом убежден. Вот это патриотическое начало, патриотический подъем, он, конечно, единение, сплочение дал, в общем-то, стране шанс сделать очередной шаг. Смелый, сильный, ответственный, когда Крым стал частью нашей большой России. Появление Крыма на карте России многие, радеющие за судьбу курортов Краснодарского края, восприняли с настороженностью. Размышляли вслух, возьмет ли теперь побережье от Анапы до Сочи свои привычные 12 миллионов туристов в год. Данные на конец июня. Поток туристов увеличился на 13%, а посещаемость Сочи выросла в два раза. И это только начало сезона. Эксперты говорят и о всплеске интереса со стороны деловых кругов. Кубань остается одним из самых привлекательных регионов для инвесторов. Олимпиада дала возможность не только нам поверить в свои силы, как я уже сказал, но и интерес инвесторов, больших, средних, малых. Он, в общем-то, увеличился кратно к нашему региону. Инвесторы поверили, что экономика стабильна, регион безопасный, которому можно, в общем-то, доверять и свои средства. На протяжении всех 7 лет, как я уже говорил, было привлечено рекордное количество инвестиций. Мы показали, в общем-то, небывалые темпы роста практически по всем отраслям народного хозяйства, экономики. Мы остаемся в числе передовиков по объемам темпов, прежде всего, строительного жилья. Мы занимаем вторую строчку после Московской области. Я уверен, по итогам 2014 года мы также будем оставаться в рейтинге. И, конечно, это скажется, безусловно, позитивно на развитии нашей экономики. Под стать олимпийским победам о рекордных урожаях рапортует и агрария. В Кореновском районе, где глава региона побывал на неделе, уборочную озимых хозяйство завершают одними из первых. На лучших полях района собирали до 110 центров с одного гектара. Это цифра, которая еще несколько лет назад казалась недосягаемой. По оценкам миссельхоза, край получит порядка зерновых 12 миллионов тонн. Это не много, не мало, но это действительно рекорд. И уже сегодня мы видим, что, возможно, мы выйдем на цифру порядка 55 центров с гектара. Это тоже рекорд. Наверное, он будет, наверное, самым главным за всю историю производства зерна на Кубани. Это тоже успех. И, конечно, этот объем, безусловно, скажется на и темпах роста, и объемах денежной массы, и, естественно, доходов населения, прежде всего, в промышленном комплексе, в сельских территориях. И, конечно, это наша основа, наша базис. Я здесь с долей большого оптимизма докладываю о том, что мы действительно научились выращивать сильный, богатый урожай, используя самые последние передовые технологии. И, как следствие, сегодня мы уже практически ничем не отличаемся, если это климатические зоны европейских стран, с ними можем конкурировать в полной мере, в том числе сегодня уже и по себестоимости, и по издержкам, и, естественно, по рентабельности и прибыли. Бюджет 2014 еще на этапе принятия. Депутаты называли напряженным оптимизировать расходы. Призывали тогда все территории. Но завершая первые полугодия, Минфинкрая докладывает о выделении дополнительного миллиарда рублей на самую большую статью расходов в социальную сферу. Средства пойдут на меры поддержки пенсионеров и инвалидов, опату льготного проезда и питания школьников из многодетных семей. Муниципалитеты получат деньги на благоустройство территорий. Для того, чтобы нам в течение двух-трех лет обустроить, провести капитальный ремонт всех домов культуры, требуется до трех миллиардов рублей. Я думаю, что это скромный подсчет. И, конечно, наша задача сделать 100%. И такую мы политическую задачу ставим. И уже со второго полугодия мы активно приступаем к этой работе. Сегодня Министерство культуры разрабатывает и дорожную карту. Это, в общем-то, после реализации строительства детских садов беспрецедентного. Такого никогда не было в истории Советского Союза, России, чтобы одновременно строились десятки садов по стране, естественно, у нас в крае. Мы подходили к этому ответственно. Поэтому, решая одну задачу, мы переходим и, естественно, консолидируем весь бюджет на выполнение другой. Я считаю, что врачи общей практики, а их нам ни много ни мало, нужно 500. Сегодня у нас есть около, там, чуть больше, меньше 50. И, конечно, это решит очень серьезные задачи. И поменяет, в общем-то, структуру здравоохранения, отношения, качества. И я уверен, что это им будущее. Реализацию этого проекта нужно порядка 5 миллиардов рублей. И поэтому с кредитными ресурсами, без кредитных ресурсов мы будем, естественно, в течение вот этих трех, максимум пяти лет активно вкладывать средства, для того, чтобы вот наши жители, ветераны, все абсолютно почувствовали заботу государства. Значительно увеличат бюджет на строительство спортивных сооружений в крае. Сельские библиотеки за счет дополнительных средств пополнят свои книжные фонды. Кроме того, отдельные средства предусмотрены на решение проблем водоснабжения Таманского полуострова и Новороссийска. И все же год 2014-й уже внес свои существенные коррективы. Частью большой социальной программы Кубани стали тысячи граждан Украины, вынужденных бежать от войны. В крае развернуты оперативные штабы и пункты приема беженцев. У нас уже 15 тысяч по оценкам предвидетельным. Это, конечно, далеко не точно. Многие, естественно, отседают у родственников, прежде всего у знакомых. Мы понимаем, что наша задача не только принять, но и создать возможности. Потому что неизвестно, с чем событие закончится в Донецке, в Луганске. Возможно, многие захотят и остаться. Те, кто захочет остаться на территории Краснодарского края, мы предоставим такую возможность. Будем способствовать этому. По крайней мере, 5 тысяч уже украинских беженцев запросили патент в мировой службе. А значит, они хотят остаться, они хотят работать. Ну, и слава Богу. Глава Кубанского парламента Владимир Бикетов напоминает, в регионе есть много ресурсов. И главное, соблюдение стратегии развития в каждой отдельно взятой территории. Контролировать ее предложили самим депутатам. Задания для народных избранников еще более значимы, учитывая, что впереди выборы. Кому, как не им, лучше всего знать, чем живет их район. И как развивается территория. Через два месяца жители Кубани будут выбирать глав поселений. Вакантными станут и должности руководителей восьми районов. Мы прекрасно понимаем огромные резервы, которые есть у нас. Мы понимаем, куда идти вперед. Мы понимаем тех проблем, которые существуют сегодня. И не только в больших городах, но и в мелких населенных пунктах, которых огромное количество по нашему краю. Ощущение того, что мы говорим на одном языке, с людьми, это, на мой взгляд, для людей, живущих там, в больших и малых городах, это очень важно. Мы должны идти в люди. Знаете, есть многие субъекты, где власть вообще боится идти к народу. Потому что нечего сказать. Ни за что отчитаться. И в этом, я думаю, что мы с вами отличаемся. Вот тот тренд, который задал Николай Иванович Кондратенко, вместе с Владимиром Андреевичем, сегодня, мне кажется, что нам удалось это сохранить. И мы это бережем. Доверие людей, отношение людей к власти и наоборот. А в этом, в общем-то, и есть залог нашего успеха. Не только нашего личного, вот тех депутатов, больших начальников и так далее, а успехов жителей Пятимиллионной Кувани. Не нужно красивых политических лозунгов, добавил Александр Ткачев, завершая разговор с парламентариями. Больше конкретных идей и реальных дел. Яна Москаленко, Евгений Вольский, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал.